Добрый день дорогие друзья итак вторая часть в котором мы с вами говорим про средних размеров цевьё от компании круг и сегодня мы постараемся его установить на автомат АКС-74 взамен штатного цевья взамен накладки газовой трубки то есть сегодня мы попробуем сделать так чтобы своими силами и инструкция от компании круг попробуем воспользоваться для того чтобы собрать это длинное средних размеров цевьё установить на автомат получится у нас это или нет я еще не знаю потому что мало того иногда бывает снять тяжелую газовую трубку и может быть возникнут другие какие-то нюансы более того я еще умудрился забыть принадлежности и всех инструментов у нас есть только два ключа шестигранник и звездочка который нам любезно компания круг предоставила в упаковке вместе с самим непосредственно цевьём поэтому при помощи этих двух ключей и нашего умения постараемся все это сделать если вам интересно оставайтесь на канале начинаем кстати знаете что я хочу вам сказать как бы не про компанию круг а про наш канал компании атака тут как бы ребята которые помогают мне это все снимает которые шарит компьютерах шарит во всех этих делах они говорят что многие из вас смотрят просто так не ставят лайки не подписываются на канал и вот спрашивается почему мне вот кажется мы снимаем для вас достаточно интересный контент мы рассказываем вам как это все происходит в наших изделиях как это происходит в именитых каких-то брендах мы вам показываем снаряжение иностранного производства показываем самые современные шлемы бронежилеты показываем самые такие эксклюзивчики как сегодня то есть вот монтаж и распаковку такого цевья от круг который еще никто не делал ни в украине нигде то есть и это вы видите впервые видите только на нашем канале поэтому если вам интересен наш труд если вы цените наш труд ну подпишитесь на наш канал поставьте лайк колокольчик там все эти подписки шмописки то есть то что должно быть как я и говорил в предыдущем видео как только что сказал компания круг предоставляет вместе непосредственно с самим изделием вместе в самой упаковке идет очень подробная пошаговая инструкция мне она нравится потому что в ней очень много очень подробных больших иллюстраций то есть если даже человек допустим иностранец не владеет украинским языком он спокойно по иллюстрациям может понять что необходимо как куда устанавливать что мне нравится в этой инструкции то есть она очень подробная я отношусь тем людям которые перед запуском какого-то изделия всегда читает инструкции в начале они тогда когда уже все пропало и надо в конце если что ничего не получилось взять инструкцию и инструкция от компании круг мне очень нравится то есть на сам перед пошли крок они нагадывают на то что надо про каната еще сброя разряжена патроны порожные сбеспечено достатный ревень без пеки к чему и мы призываем всегда к оружию надо всегда относиться как заряженному всегда проверять и всегда относиться внимательно к оружию чтобы это было безопасно и для вас и для окружающих дальше идет крок номер два шаг номер два надо сделать неполную разборку винтовки а також сдемить стоковую сивку разом накладку на газовую трубку то есть это первая часть которой мы будем необходимо будет это все ознакомиться потом все пошагово идет 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 но на что я хотел обратить внимание помимо того что здесь написано что идет комплекте какие особенности и в чем как бы особенностям что металлические резьбы резьбы и так далее так далее вот мне очень нравится последняя часть этой инструкции в которой написано более того тут видите каждый раздел есть увага гарантии то есть есть гарантийный забавязание это термин службы и теперь слушайте внимательно термин службы не обмеженный то есть срок службы изделия не ограничен то есть это цевьё которое предназначено для работы в долга постоянную жизнь всего вашего оружия дальше гарантия пожитива то есть пожизненная гарантия от производителя это сразу говорит о многом ци означающего у выпадку выявления вырубничего дефекту протягом термину службы продукту такие продукт будет заменена на новый аналог або проведено бескоштовный его ремонт то есть гарантийное обязательство от производителя на самом высоком уровне то есть если вы находите что что-то у вас с цевьем не так вы не можете его установить либо какие-то в процессе эксплуатации вы выявили производственный дефект этого цевья в чем я очень сомневаюсь зная как бы отношения ребят с круга к производству то у вас пожизненно гарантия на изделие то есть сколько бы лет вы не прослужили не проработали с этим изделием вы всегда можете обратиться в компании круг для гарантийного пост гарантийного обслуживания замены на аналог или бесплатный его ремонт это круто и девиз компании то что я не в инструкции здесь сейчас вам скажу где-то мне тут попался и очень понравился возле логотипа компании где же я его видел да вот видно здесь вот пожитиво гарантия логотип крука пожитиво гарантия видите да и и и и и и и и и девиз компании девиз компании ой длинная инструкция но где-то было очень классненько мне это очень нравится то есть с гордостью и ответственностью за результат наш всеми любимый трезуб то есть видно что произведено в украине видно что очень подробная инструкция более того особенности продукта и технические данные по продукту показан алюминиевый сплав марки 6082 t66 показана длина изделия 285 миллиметров полный вес то есть опять таки как я говорил раньше 360 грамм это с учетом веса и накладки на газовую трубку и опорных стоек и вес всего комплекта м-лок для монтажу резиномонитных аксессуаров для крепления ручек и так далее и так далее возможность выкористовывать и як из ридную газовую трубку так и с трубками инших воробных киев как я и говорил то есть вот это вот деталька она не касается непосредственно газовой трубки она не накручивается на газовую трубку она устанавливается выше поэтому газовая трубка может быть не только родная которая идет комплект автомата но может быть и от других производителей так я предварительную инструкцию почитал вам рекомендую точно также перед началом работ знакомиться непосредственно с инструкциями коробочка нам сейчас уже будет не нужна значит еще раз быстро пробежимся что у нас есть у нас само непосредственно цевьё одну стоечку я уже установил чтобы сэкономить время ролика вторая стоечка у нас есть накладка на газовую трубку перемычка такой мостик спереди набор гаек винтиков и два ключика которые нам предоставила компания круг так это мы все откладываем в сторонку и производим неполную разборку сборку оружия так первое что проверяем безопасность все разряжено неполная разборка постараемся все это осуществить достаточно быстро газовая трубочка мы к тебе подошли значит нам необходимо с газовой трубки снять накладку газовой трубки чаще всего нет руками не идет зажимаем в приклад сняли легко и просто вот газовая трубка накладка нам она не понадобится газовая трубка остается дальше шум пол да кстати есть определенная особенность хочу вас сразу предупредить это как бы с одной стороны и недостаток но с другой стороны каждый можем это обсудить в комментариях после установки такого цевья вы не сможете установить шум пол обратно на автомат я считаю это с одной стороны недостатком но конструктивно здесь по-другому невозможно потому что в нижней центральной части где происходит крепление вот этой опорной планки для ствола там расположен проходит винт и шум пол назад не станет поэтому что шум пол более того я рекомендую всегда брать шампала не железные а какие-то пластиковые разборные походные есть протяжки и вот этот шум пол как бы ну если есть хорошо если нет его можно заменить на что-то другое так снимаем цевьё отжимаем фиксатор снялась на редкость снялась достаточно легко цевьё что касательно цевья и накладки газовой трубкой если вы военнослужащий может так служит случится что через какое-то время вам придется автомат возвращать в том виде в котором как бы вы его получили поэтому не выбрасываем не теряем не продаем налево на улx или где-нибудь там на промюа храним как зеницу ока потому что может быть такая ситуация когда это придется вернуть откладываем значит мы имеем ствольная коробка ствол зажим с антабкой штатной дтк снимать не будем потому что он в принципе не мешает при установке начинаем значит как я говорил цевьё может быть устанавливаться просто одно цевьё но мы будем сегодня делать полностью сборку поэтому мы установим две такие стоечки на которые впоследствии установится крышка накладка газовой трубки вот она встанет сюда чтобы ее установить нам необходимо провести некоторые манипуляции значит во первых нам мы высыпаемся винтики не рассыпаем глядим чтобы ничего не потеряла нам нужны вот эти такие металлические квадратные гаечки они понадобятся нам для крепления стойки вот первую стоечку я уже установил это потребует определенной ловкости рук в плане каком что вам необходимо эту стойку завести до упора видите вот здесь вот совместились отверстия после того как вы совместите до упора вот эту планочку в этом положении вам необходимо подлезть в труднодоступные места но это достаточно несложно и положить эти железные гайки в специальные ниши в этих кронштейнах то есть если у вас сильно дрожат руки или вы боитесь или что-то такое эта процедура может занять определенное время то есть я рекомендую сделать так вот мы одну гаечку положили кронштейн до упора гайку пальцем поджали пока она сдвинулась вот щелчок есть вставили и наживили первый винтик нам помогает ключик который идет комплекте есть наживили стоечку укладом вторую гайку до щелчка слышала щелчок да пальцем поджали наживили значит что еще рекомендую здесь мы сейчас вам снимаем как бы быструю установку если вы делаете это все по-взрослому и по-серьезному то соответственно резьбы лучше все делать на фиксатор резьбы на лактайды для того чтобы не было потом потери винтов от вибрации и так далее значит в нижней части мы видим что есть такая определенная пяточка и маленький зазор сюда должна войти ствольная коробка пробуем она штампована как вы помните да такой вот изгиб рама ствольная коробка значит эту вверх антабка должна попасть вот вырез там где будет антабка после этого цевьё вот стало и легко достаточно оделась красота иногда надо сделать вот такие вот постукивания в народе есть другое слово и теперь самый сложный момент значит в антабка вот эта планка прижимная она не всегда ложится сюда хорошо поэтому мы в нижней части винтик здесь такой есть его надо чуть-чуть может быть даже отпустить вот здесь чуть-чуть пол оборота теперь у нас там посыпалась упала но я надеюсь и флажок перевести исходное положение цевьё раз стукнули автомат калашников любит когда к нему дружественно относятся но иногда его надо пристукнуть так и у нас как бы никаких принадлежности ничего нет переводим флажок есть перевелся зажали все в принципе нижняя часть цевья установлена вы видите что она очень плотненько зашла в ствольную коробку стык стык флажок мы перевели в обратное положение и антабка оказалась посередине вот этой выемки то есть мы сюда спокойно можем закрепить карабин автоматного ремня и специально под это место есть отличный вырез все теперь стоечки мы вот эти вот дожимаем это не шестигранником это звездочкой удобный ключ и кстати пластмассовая деталька вот это вот позволяет использовать такой как рычажок дожали прекрасно все теперь стандартная наша газовая трубка устанавливается на свое место флажок вверх защелк флажок вниз передавили вот в принципе вы видите что газовая трубка встала на свое место не касается цевья не касается никаких других элементов автомата цевьё вышло чуть дальше газовой трубки и что самое удобное что мне нравится это осталось переднее крепление на которой вы спокойно если у вас есть необходимость вы даже можете установить штык нож к примеру да что необходимо потому что с длинным цевьем такого не получалось она перекрывала вот эту часть и кто хотел установить допустим штык нож мало того что шум пол невозможно установить так и штык нож точно также нельзя было установить вот теперь сейчас эта часть ствола открытая лучше доступ как бы и для чистки и мне кстати вот эти вот опоры тоже очень нравится потому что по сравнению со стандартным круковским цевьем чистить очень просто то есть вы откручиваете боковые четыре винта снимаете эту накладку снимаете газовую трубку спокойно очистите обслуживаете доступ для чистки остается просто прекрасно теперь смотрите как кто уже заметил газовая трубка стала на свое место теперь одеваем накладку видите она раз и встала на свое место видим блеск металлической резьбы и сюда загоняем следующие винтики бокового крепления то есть настолько все подогнанные детали просто прелесть то есть я смотрю балдею каждый раз когда устанавливаю как ребята устанавливают и насколько все детали продуманы насколько все подогнано ничего лишнего то есть в этом плане сам михаил калашников мог бы позавидовать тому как украинские мастера любя как говорится леет его автоматы что из этого происходит но вот в принципе установка практически завершена вы видите что цевьё получилось более длинное появился возможность для более длинного хвата но у нас остается еще одна штука которую мы пропустили я тут как бы сейчас буду либо извращаться либо пойдем назад и скорее всего нужно будет назад нам надо установить мостик в боковой вот в этой части сейчас попробуем впихнуть конечно сбоку это я не будем делать разбирать будем разбирать будем разбирать это я тупанул конечно ребята извините я про эту штуку забыл вот он выпал значит снимаем опять накладку и снимаем опять трубку сейчас мы немножко ускоримся чтобы не сидели не глазели на все это дело но с другой стороны вы можете посмотреть как быстро происходит разборка в случае когда мы опять-таки поднимаем вопрос чистки и обслуживания автомата потому что с короткими цевями там где были 6 маленьких винтиков это очень долго всегда приходилось раскручивать это всегда были там возможности срыва резьбы по маленькой с маленькими резьбами вот а пока у нас это все происходит так вот мы теперь более свободный можем продеть мостик мостик одевается тут хитрым способом надо просунуть сбоку просунуть сбоку и перевернуть просунуть сбоку и перевернуть вот он стал на свое место сейчас я вам постараюсь наживить и показать да есть стал на свое место шестиграничек конечно надо двумя внимательными руками не попали я вам скажу с предыдущим длинным цевьем которое у меня было там вообще эта процедура была гораздо более сложная то есть там надо было цевью одевать под наклоном там надо было его продевать мимо газовой трубки с одной стороны мне кажется что прочности этого цевья как бы могло бы хватить чтобы не устанавливать вот эту перемычку но с другой стороны она должна быть то есть она замыкает контур и обеспечит необходимую жесткость этого изделия ничего сейчас у нас получится мы ребята настойчивы а за это время кстати знаете что я хочу вам сказать как бы не про компанию круг а про наш канал компании атака тут как бы ребята которые помогают мне это все снимать которые шарит компьютерах шарит во всех этих делах они говорят что многие из вас смотрят просто так не ставят лайки не подписываться на канал и вот спрашивается почему мне кажется мы снимаем для вас достаточно интересный контент мы рассказываем вам как это все происходит в наших изделиях как это происходит в именитых каких-то брендах мы вам показываем снаряжение иностранного производства показываем самые современные шлемы бронежилеты показываем самые такие эксклюзивчики как сегодня то есть вот монтаж и распаковку такого цевья от круг который еще никто не делал ни в украине нигде то есть и это вы видите впервые видите только на нашем канале поэтому если вам интересен наш труд если вы цените наш труд ну подпишитесь на наш канал поставьте лайк колокольчик там все эти подписки шмаписки то есть то что должно быть так мостик мы поставили видите вот здесь под газовую трубочку закрутили на два винта опять-таки напоминаю когда будем собирать все это по-боевому мы используем лактайт снова газовую трубку на место есть закрыли накладка и снова зажимаем винтики то есть практически вы видите сборка всего цевья сборка стоек сборка накладок происходит практически одним винтом под звездочку с красной такой хорошей накладкой более того мне она нравится знаете почему потому что если вы это происходит где-то в поле когда кругом все зеленое там травка земля а вы где-то на плащ-палатке это все делаете то как минимум половину винтиков ты все остальное вам за всем это надо следить а маленькие ключики они под люки вот такие вот они постоянно куда-то убегают постоянно теряются поэтому с красной такой вот хорошенькой накладочкой легко этот ключ будет увидеть в траве будет увидеть на плащ-палатке на снаряжении которого подстелили там снизу как бы у вас наверно может быть там какой-то тент или рюкзак какой-нибудь может быть там пончо что угодно может быть да так затянули раз два три четыре вот эти винты они затянуты производительного периодически проверяем процессе эксплуатации вот видите этот зажатый эти подтягиваем все винты подтянули чтобы ничего не потерять потому что в полевых условиях где-нибудь там вы вряд ли найдете такой болтик или винтик впадает да еще под звездочку и в нижней части вот здесь для чего вот этот ключик шестигранник это торцевой винт который дожимает переднюю опорную площадку докручиваем его до упора тоже все установка завершена ничего не болтается ничего не шатается дальше мы собираем наш агрегат раз два крышка все так и вот мы что получили значит вместо штатного цевья вместо накладки газовой трубки мы получили возможность установки коллиматора мы получили возможность установки каких-то дополнительных рукояток упоров более длинных ватт более того все ручки упоры фонарики и все остальное мы можем крепить используя крепление МЛОК что в значительной степени упрощает и облегчает процесс установки и сами эти девайсы они легче чем те которые используют крепление на планку Пикатинни это очень важно почему потому что у вас не увеличивается вес оружия то есть в этом варианте вы используете любой хват который вам необходим это опять таки очень тонкое цевье видите да оно сопоставимо по размеру с штатным цевьем все вот эти выступы и окна предназначены для охлаждения при всем при этом это очень тактильно вы даже так вы можете очень удобно удерживать руку в любом положении как вам необходимо то есть даже длинным хватом практически аж до газовой трубки аж даже за газовую трубку вот что хотелось вам рассказать обожаю кстати АКС-74 легкие надежные лупаши так как доктор прописал тут как бы надо да Калашникова дать должное и мне отличные автоматы Калашникова очень нравятся в данном случае мы получили компактный современный красивый автомат дальше если хотите тюн это у нас как бы может быть ручка от макпула передние ручки от макпула это могут быть магазины там какие-то всевозможные но бакелитовые магазины сливы вот эти они тоже очень надежные металлическая пятка все как бы это но сегодня мы говорили про цевьем как вы видите установка заняла с одного дубля очень короткое время любой человек используя опыт своего знакомства с автоматом Калашникова и подробную инструкцию от компании КРУК вполне легко может установить при помощи буквально двух вот этих ключиков которые есть в комплекте более того у нас еще остался один винтик на всякий случай тот что мне нравится в компании КРУК они делают дополнительные всегда укладывают винтики это не то что где-то у нас остались детали мы что-то не установили то есть мы все позакрутили вот и у нас остался запасной винт это именно запасной для того чтобы если что-то где-то там резьба сбилась там звездочка или еще что-то такое у вас был винт который вы можете заменить более того как мы помним компания КРУК дает пожизненные гарантии очень классно относятся к клиентам и я думаю что такие винтики в случае даже если вы все потеряете компания КРУК вам может в этом плане помочь и вы такие винтики сможете у них заказать единственное что опять-таки мне не понравилось это то что нет возможности установить шомпол но опять-таки давайте вернемся к западным аналогам то есть возьмите любую там М16 возьмите там карабины М4 да возьмите Г36 немецкую вы нигде не увидите в комплекте с автоматом нигде не увидите шомпол опять-таки шомпол можно купить не железный а можно купить какой-то полимерный можно купить какое-то складное разборное можно взять протяжку и так далее но то что у нас осталось родное это цевьё накладка газовой трубки и шомпол вот это вам надо не потерять потому что рано или поздно вам автомат придется может быть сдать на обратный склад хранения на ротацию поэтому скорее всего вам придется эти вещи вернуть на место а цевьё вы уже установите на свой гражданский карабин который вы купите официально для себя в оружейном магазине получите лицензию и будете использовать в качестве карабина и так как вы видите компания круг делает обалденные цевья для автоматов серии АКМ, АКМС автоматов АКС-74, АК-74 они подходят на штампованные коробки и туда и сюда если у вас автоматы серии АК-47 когда фрезерованная коробка там облегченная допустим тип 3 то об этом заранее говорите когда заказываете такое цевьё там есть определенные нюансы в установке и в конструкции такого цевья то есть под штампованные ствольные коробки идут стандартные цевья под фрезерованные коробки консультируйтесь у специалистов компании Круг какие там должны быть особенности и вот перед вами там длинное цевьё на АКМ среднее цевьё на АКС-74 автоматы карабины выглядят просто бомбезно как по мне поэтому всем рекомендую ребята изделия которые в Украине это звучит гордо то есть слава богу в Украине есть такие производители которые делают отличный оружейный тюнинг надеюсь этот ролик вам понравился меня зовут Михаил вы на канале Атака и мы делаем обзоры военного снаряжения военных всяких шняк одежды тактики и вот таких и прекрасных изделий рад был вас всех видеть если ролик понравился ставьте лайки если что-то не понравилось пишите в комментариях что вы хотели бы увидеть что хотели бы дополнительно узнать так что в комментариях встречаемся обсуждаем эту прекрасное как по мне изделие от компании Круг которые есть в ассортименте компании Атака на нашем сайте и на сайте компании Круг рекомендую всем или длинные или средние и может быть когда-то будут еще и короткие мы обязательно снимем про них точно так же ролик обзор распаковку установку рад был вас всех видеть до новых встреч до свидания в наше время что мы будем делать и он и он и он и он и он он Продолжение следует...